Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, я продолжаю снимать цикл лекции о неврозах и тревожнофобических расстройствах. Сегодня я сниму небольшое видео, рассказывающее о том, что такое психотерапия и основные ошибки, которые допускаете вы, как люди, ищущие проблему бигетососудистой стани или неврозов, так и вашим родственникам, которые не очень понимают о том, на что вы тратите деньги, да и вы порой не понимаете, что же такое психотерапия, что за болтовня такая, я прихожу в кабинет терапевта или я консультирую с кем-то по скайпу и как оно должно вообще помогать. Вот поэтому я сниму видеоролик и это видео будет не столько от меня и канала Невроза Мегаполиса, сколько в целом от сообщества моих коллег, моих друзей. Задача этого видео рассказать вам о том, что же такое психотерапия, как она работает и основные ошибки, которые допускают наши пациенты из года в год, чтобы предупредить эти ошибки, собственно говоря. Это видео вы можете показать своим родственникам, близким, друзьям, коллегам, знакомым для того, чтобы четче понимать, что же такое психотерапия, насколько она современна, актуальна и нужна в наше непростое время. Итак, если ты столкнулся с проблемой вегетососудистой дистонии, ты, скорее всего, испытываешь плохое самочувствие, перепады давления, тахикардия, нехватка воздуха, пресловутый ком в горле или ты навязчиво думаешь о том, что ты можешь умереть от чего-то, то от этого, то от этого, что-то не находят у тебя в организме. Врачи вроде говорят, что все нормально, но хреново же, да? Либо ты постоянно думаешь о том, что вот-вот ты потеряешь сознание или будешь плохо выглядеть, или там не добежишь до туалета, или ты постоянно думаешь о том, что ты потеряешь контроль и причинишь кому-то вред, или ты заболеешь шизофренией, сойдешь с ума и что вот-вот это подкатит, или ты испытываешь какие-то странные действия, ты постоянно моешь руки, переправляешь форточки, ручки машин, дверей, постоянно возвращаешься, что-то контролируешь постоянно, да? Вот это вскользь такие общие симптомы, которые первые приходят мне в голову, исходя из многолетней практики. Итак, то, что я сейчас перечислил, это симптоматика неврозов. Неврозы бывают разные. Невроз – это не патология под названием шизофрения и так далее. Невроз – это тревожное состояние, вызванное определенными психологическими сложностями. Я попробую тебе объяснить коротко, но сакцентирую внимание о психотерапии. Многие считают, что то, что с ними происходит телесно, телесно – это проблема медиков. Они идут к медикам, и медики не находят никакой патологии. В лучшем случае говорят, у вас поднялось давление, у вас тахикардия, у вас вегетативная дисфункция, но никто вам не говорит, что это связано с эмоциями. Никто не говорит о том, в лучшем случае вам назначают успокоительные. Вы не можете понять, почему. Вам же вроде как плохо, и вы умираете. Причем здесь успокоительные. Почему скорая капает вам кроволол или делает укол какого-то феназепама или еще чего-то, и вам становится легче на время приема седативных, астидепрессантов или транквилизаторов. И при чем здесь психотерапия? Почему я вроде как боюсь умереть, а мне становится легче от того же феназепама или еще там от кроволова? Вот я попытаюсь вам это объяснить. Проблема заключается в том, что российский народ, русский народ, не очень образован в сфере, что такое психотерапия. Существует огромное количество догадок и непониманий. Большинство людей считают, что терапия панического расстройства или терапия неврозов, она должна проходить примерно так же, как и обычная терапия, скажем, у стоматолога или у обычного врача-терапевта. Большинство людей считают, что невроз это некая болезнь. Вот вы сначала не болели, не болели, не болели, потом как-то заразились или заболели неврозом, у вас начались симптомы, и вы должны вылечиться. И постоянно себя тестируете. Какие у вас сегодня самочувствия? Сегодня мне легче, сегодня мне хуже. Нет, я еще не вылечилась. То есть вы пытаетесь ваше невротическое состояние примерить на призму того же гриппа. Там у вас симптомы что? Насморк, сопли, кашель и температура. И вот вы что-то делаете, принимаете какие-то препараты и каждый день смотрите на симптомы. И когда симптомы сходят, вам кажется, что вы грипп победили. Это правда. Проблема в том, что грипп это вирус, который вызывает патогенные определенные процессы в организме. Организм борется с этим вирусом, ваши симптомы заканчиваются. Вот с неврозом все абсолютно по-другому. Невроз не имеет органической патогенной структуры, которую надо загасить и вы выздоровели. Невроз это ваше психологическое состояние личности, где вы сами своим воззрением на окружающую среду, на людей вокруг вас, на обстоятельства, на самого себя и на окружающий мир, создаете определенную внутреннюю, эмоциональное внутреннее состояние. Например, предъявляете претензию к окружающим или предъявляете завышенные требования к себе. Либо вы воспитаны очень нормативно и боитесь выйти за какие-то рамки норм и правил. Либо вы предъявляете к себе определенные задачи. Мне надо к 30 годам столько-то и столько-то. Либо вас постоянно бесят люди вокруг, вы постоянно беситесь от того, что с вами как-то не так разговаривают и что-то люди не так делают. Вот это ваша реакция на окружающие обстоятельства и на себя и вызывает у вас внутренний подъем напряжения. С годами оно растет. Ситуации с годами все становятся более ответственные. Работа, кредиты, деньги, семья, дети. И вместе с этими ситуациями увеличиваются ваши эмоциональные состояния. И в один прекрасный момент, в какой-то день происходит какая-то последняя ситуация, которая капает в последнюю чашу вашего, просто говоря, терпения, и у вас возникает вегетативное напряжение, которое вы пугаетесь, принимая это за приступ стенокардии, ишемической болезни сердца или еще что-то, считая, что вас просто подпрыгнуло давление, откуда не возьмись. Это не так. У вас не подпрыгнуло давление, откуда не возьмись. Ваше давление подпрыгнуло, потому что вы накопили огромное количество невротических эмоциональных реакций на текущие обстоятельства. Коротко понятно? Раньше вы не испытывали таких симптомов не потому, что вы были не невротиком. Вы были невротиком уже где-то с 10-12 лет на самом деле. Просто это все копилось, ситуации накапливались, 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 и в какой-то момент, как правило, несколько ситуаций или несколько обстоятельств накладываются одно на другое. Дома что-то не так, на работе не все в порядке, и тут не заладилось, и там что-то не так, и в целом что-то начинает идти в жизни не так, и вы выходите в эмоциональную реакцию, которая вегетативно проявляется. Если вы тревожно мнительны, вы говорите, ой, что со мной? И вы начинаете циклиться на своем здоровье, боясь умереть, потому что для многих смерть это преграда к достижению цели и амбиций. Я же должна доказать маме, что я все-таки нормальная дочь, а брату я должен доказать всем остальным, что мой член гораздо длиннее, чем у всех остальных. Мне надо доказать и это, и это, и это, и так далее, и скажут спасибо тебе, ты молодец, все-таки мы зря тебя гнобили. И вот эта невротическая миссия у вас будет всю жизнь. Вопрос просто в том, что если у вас это получается, вы чувствуете себя более-менее нормально, как только у вас начинаются проблемы, вас сразу начинают крыть и напрягаться. Вот это и есть вкратце очень просто невротические реакции. Так вот, при чем же здесь психотерапия? Как мы работаем? Почему ваш покорный слуга такой востребованный, как выяснилось? Потому что эту проблему не решает фармакология. Эту проблему не решает гипноз, не решают расстановки, не решают какие-то картишки разбросанные, не решают гадания, не решают приложение святой мочи колбу. Эту проблему решаете исключительно вы, в самом себе. Проблема в том, чтобы эту проблему решить в самом себе, то есть научиться не создавать вот такие эмоции, не создавать вот такие реакции, вам надо помочь. Объясню почему. Потому что ты сам не видишь, как ты создаешь эту эмоциональную невротическую реакцию. Ты сам не способен отследить определенные мысли, определенные интерпретации сказанных тебе слов. Хочешь пример? Ну смотри. Например, я тебе говорю, ты идиот. Какая твоя реакция? Да ладно, что ты гонишь, ты сам идиот. А если я тебе говорю, як шамлар? Те, кто не знает турецкий, вряд ли что-то вообще поймут, что я сказал. Потому что для вас звук як шамлар ничего не означает в принципе. Вы не можете его оценить. А звук ты идиот, вы можете оценить. Вот примерно так же вы оцениваете сказанные вам слова, какие-то действия. Вы им даете оценку, характеристику. И чем невротичнее эта оценка и характеристика, и чем невротичнее ваша миссия, тем выше ваши внутренние эмоции. Так вот, что же делает психотерапевт такая сволочь, например, как я? Что я делаю? Я делаю очень просто. Ко мне приходит пациент со словами «У меня там болит, там кружится, там все плохо-плохо-плохо». Я провожу дифференциальную диагностику, примерно предполагая, что с чеком происходит. Но на самом деле ко мне приходят все в принципе в одной примерно вилке. Так или иначе, это либо неврастения, либо истерия, либо УКР с тревожными, с паническими, с депрессивными нотками и так далее. Это не столь важно сейчас для вас. И я понимаю, что все эти симптомы, в виде ритуалов, навязчивости, паники, вегетатики, лишь шлейф проблемы. Что такое шлейф, понятно? Это хвост кометы, но центральная комета – это ваша невротическая реакция на обстоятельства, которые происходят. Один из элементов сегодняшней невротической реакции – это сами симптомы. То есть шлейф кометы становится в какой-то момент ее передом. То есть смотри, у тебя центральное ядро кометы – это твоя невротическая реакция на обстоятельства, что тебе говорят, как тебе говорят, как ты себя реализуешь в этом мире, доволен ты или недоволен, деньги, квартиры, работа. Вот тут ты очень невротично реагируешь. Это вызывает у тебя эмоции, что вызывает потом шлейф в виде симптомов. Понятно? И вот эта комета под названием невроз с симптоматикой летит у нас по городу. А потом в какой-то момент тебя это начинает настолько думать, что ты уже берешь этот шлейф и говоришь, он тоже является проблемой. То есть ты вторично прикрепляешь к основным невротическим реакциям, которые ты и так образуешь в жизни, еще и симптоматику. И у тебя получается двойной удар по твоей психике. Первый удар – это твоя невротическая реакция изначально, которая тебя привела ко всему этому. А второй удар – это осуждение этих симптомов, это самочувствие, которое ты испытываешь. Понятно? Поэтому что я делаю? Продолжаем. Когда ко мне приходит клиент, первонаперво мы начинаем образовывать клиента о том, что такое невроза, что такое паника, что такое вегетатика и так далее. Но сейчас ко мне клиенты приходят, которые посмотрели уже канал Невроза Мегаполиса, пожалуйста, и вы уже очень подготовлены. Поэтому дальше мы начинаем, я начинаю понимать, что мне надо долбить вот в это ядро кометы под названием Невротическая реакция, под названием Невротическая личность. Мне вообще до фини, батя, твое головокружение, твое самочувствие, что у тебя там болит и мурашки, у тебя или не мурашки. Я знаю, что все твои симптомы – это последствия твоих эмоциональных реакций. И пока мы не снизим твою эмоциональную реакцию с помощью рационального мышления, то есть, чтобы ты оценивал определенные события в твоей жизни менее Невротично, более гибко, менее самопоражающе. И вот тогда уровень твоих эмоций спадает, и у тебя вот этот шлейф начинает уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. И как только ты начинаешь реагировать на свои обстоятельства более здраво, начинаешь планировать правильно свою жизнь, рационально мыслить, убираешь Невротические стратегии мериться с членами, убираешь Невротические стратегии чего-то доказывать, убираешь Невротические стратегии, делаешь их более гибкими, но по-прежнему формируешь цели. Многие сейчас скептики скажут, что как же так, ты уберешь у меня Невротические цели, я вообще сяду на жопу и буду сидеть. Нет. Смотри, слушай внимательно. Я никогда не скажу, что твои идеи и твоя задача, например, там, заработать миллион долларов или стать там директором крупной корпорации, это плохо. Я скажу, круто, молодец, но я буду с тобой как твой консультант работать с тем, чтобы ты гибко шел к этим целям. Если что-то не получается, чтобы ты мог амортизировать, чтобы у тебя были амортизационные ресурсы в психике, потому что если что-то пойдет не так, что, что, повесишься, что ли, пойдешь? Потому что здоровый человек говорит, да, действительно, у меня что-то не получилось, у меня что-то не получилось, у меня не срослось, я буду действовать так-то, так-то и так-то. Вот моя задача – научить фактически вас более эмоционально, гибко, менее невротично использовать ваши жизненные амбиции и добиваться целей, не поражая себя. Примерно понятно, что с тобой произошло, чем я занимаюсь, чем занимается психотерапия. Поэтому здесь результат, который ты получаешь от психотерапии современной, а, мы снимаем вот этот шлейф эмоций, который создает твое вегетативное напряжение и плохое самочувствие, б, мы начинаем двигаться к твоим невротическим целям, но более здорово, более гибко, и, ц, третье, мы достигаем реального результата, который действительно, ты ставишь галочку, что я молодец, это поднимает твою самооценку, и ты становишься тем, кем ты всегда хотел быть, просто делаешь это более здраво и можешь наслаждаться теми невротическими достижениями, которые ты планировал. Объясню почему. Потому что, если ты не сделаешь первые два шага, даже если ты заработаешь миллион долларов, даже если ты купишься Феррари с Мазерати, ты все не будешь счастлив. Потому что ты скажешь, ну да, я заработал, но у меня что-то как-то кайфа нету. Потому что все твои заработки, все твои стратегии, они как были невротичными, доказательства отцу, брату, еще кому-то там, да, всем остальным и себе, что я не олень. И ты вроде как все купил, но чего-то счастья нет. Потому что ты все это делал в виде невротического доказательства. Ты смотришь на это, и ты мой заряд и говоришь, ну и что? А вот если мы с тобой правильно сориентируемся в твоих целях, задачах, правильно сориентируемся в твоих эмоциях, то все, что ты будешь делать, будет приносить тебе удовольствие, и ты действительно будешь гармоничным человеком. Поэтому, дорогие мои клиенты, их родители, мужья и жены, мы не болтаем о жизни просто под названием «Привет, давайте поговорим с интересным парнем». Я действительно занимаюсь очень тренерской работой под названием «Рациональное мышление» для достижения не просто хорошего самочувствия, но и для достижения результата в жизни. Это очень многоплановая, многофакторная, сложная работа, которая требует времени, ответственности и индивидуального подхода. Поэтому сделать что-то такое шаблонированное, это невозможно. Каждому человеку у меня свой подход, кому-то жестче, кому-то мягче, кому-то больше, кому-то меньше. Это сложно объяснить, как это выбирается, это интуиция, это профессиональная какая-то особенность. Но в целом, я надеюсь, вы поняли, что ваша центральная проблема это ваше невротическое воспринятие себя, окружающих и амбиций. Вы очень сильно эмоционально перегораете, и моя задача научить вас не доводить вас до планки перегорания. У меня есть такая интересная такой тезис, я недавно в социальной сети написал «Я так хотела быть эффективной, что стала неэффективной». Поняли, да? Поясню. Вы так хотите доказать всему миру и себе, что вы охеренный, что от этого доказательства становитесь абсолютно неэффективными, потому что вы так хотели невротично доказать, что от этого переутомились. И вы уже вообще из дома выйти не можете, потому что у вас все шатает и кружится, потому что вы перегорели. А вот чтобы вы больше не перегорали, чтобы вы достигали своих целей, зарабатывали свое бабло, покупали свои машины, квартиры и делали свою жизнь такую, как вы хотите, я должен учить вас жить в радиусе 30-70 напряжения, но никак не 100 и не 0 в виде депрессивного бездействия. Поэтому не бойтесь психотерапии, выбирайте когнитивно-поведенческую терапию, она самая проверенная, доказанная. Не рекомендую вам использовать никакие эзотерические концепции, потому что что-то как-то я вам просто говорю, канал Невроза Мегаполиса не рекомендуют использовать ненаучный подход. Проверяйте тех людей, с которыми вы консультируетесь, не стесняйтесь спрашивать их документы, их образование, не просто на словах, а на деле. Проверяйте людей, с которыми вы работаете, не доверяйте социальным сетям, потому что огромное количество сегодня покупается лайков, ботов, всяких левых историй. Старайтесь проверять людей, потому что сегодня достаточно большое количество людей, которые любят позарабатывать на этом, поэтому проверяйте, пробуйте, делайте выводы, и самое главное, если у вас в предыдущем опыте были какие-то неудачные работы с психотерапевтом, который занимался, как вам кажется, не тем, чем надо, не ставьте клеймо на всей психотерапии, я вас очень прошу, но если тебя постригли один раз плохо, ты же теперь не обрастаешь, правильно, соответственно, ты просто меняешь парикмахера и ищешь того, который тебе подойдет. Вот психотерапевт, это примерно та же самая история, поэтому психотерапия, это не болтовня, какая основная бывает ошибка? Ошибка бывает такая, что вы считаете, что психотерапевт должен вам что-то рассказывать, и у вас должно в голове само как-то все трансформироваться, это большая иллюзия, я вам скажу так, я, как твой тренер, как твой консультант, буду показывать тебе на твои ошибки, буду показывать тебе на то, что надо менять, но твоя задача идти интегрировать это в твою реальную жизнь. Если ты будешь просто сидеть и говорить ага, ничего не получится, все самые классные результаты, которые достойны публикации, диссертации и так далее, это когда люди, вот у меня сейчас группа заканчивают, там есть женщина, которая 18 что ли, или 15 лет активно борется с этой проблемой, я у нее 10-й психотерапевт, можете себе представить, насколько у человека воля к качественной жизни, что она, ну, представляете, истоптан человек 10-й психотерапевт, и мы достигли с ней за 5 месяцев замечательных результатов, может быть, когда-нибудь напишут об этом, я не знаю, я, ну, посмотрим, да, это феноменальная история, потому что, знаете, у меня слезы на глазах, вот мы вот вчера, по-моему, проводили группу, когда ты понимаешь, что твоя профессия и твое консультирование не, так сказать, не делает чудес, она помогает людям понять, как им надо себя вести и думать так, чтобы они были эффективны, и когда ты слышишь, конечно, то, что за много лет люди начинают проводить выходные, дни, я сейчас говорю не про панические атаки, не про агорофобию, а в целом про взаимодействие в семье, с мужем, с детьми, взаимодействие с окружающими на улице, да, про панические атаки, агорофобию, это детские сады, если честно, это вообще, ну, это самое начало, да, вот, когда ты видишь, что в целом жизнь человека меняется во всех аспектах жизни, то я еще больше горжусь своей профессией, еще больше горжусь методом рациональной эмоциональной терапии Альберта Эллиса, и горд за то, что я имею возможность передавать вам эти знания, поэтому, пожалуйста, не бойтесь консультирования, никаких гаданий на кофейных гущах, никаких наставлений, как вот, иди разведись, или иди не разведись, конечно, мы не даем, мы просто даем людям способность думать более прагматично, думать более взвешенно, по поводу, кстати, пар, да, чтобы если будут мужья смотреть, или жены, чтобы вы понимали, у меня нет задачи, чтобы кто-то разводился, или кто-то наоборот, там, женился, у меня есть задачи, прежде всего, чтобы муж, муж, например, и жена научились раз-го-ра-ри-вать, прежде всего, моя задача научить моего клиента разговаривать со своим партнером, разговаривать со своим супругом или с супругой, для того, чтобы прояснить и найти компромиссы между двумя сторонами, которые расходятся по каким-то позициям. И если вторая сторона идёт на контакт, и эти компромиссы могут быть найдены, то тогда шансы сохранить брак и сохранить пару гораздо выше, нежели если вторая половина говорит, иди ты со своим психотерапевтом, и вообще же за херня такая, и человек бьётся, 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 и в конце концов, конечно, руки опускаются у этого человека. Поэтому если ваша супруга или ваш муж ходит к своему психотерапевту, постарайтесь быть интегрированы в этот процесс, поинтересуйтесь, познакомьтесь с консультантом вашим, поговорите, потому что это всегда очень важно, когда вы понимаете, во-первых, кто там и что происходит у вас, нет никаких подозрений, и вы начинаете вместе, как бы троём, сообща, работать взаимно. Это всегда очень важно. Вот примерно так. И коротко про фармакологию. Действительно, бывают невротические состояния, где показаны препараты, которые снижают эмоциональный фон, как следствие, вот этот шлейф симптоматики тухнет. Но, естественно, это лишь на время такая вам поддержка, потому что даже если ты будешь всю жизнь принимать препараты, то центральное ядро твоей невротической реакции на себя, на мир и на окружающих, она не изменится, поэтому отсюда у тебя все рецидивы. Пока ты пил таблетки, тебе было просто по барабану на себя, на окружающих, на мужа, который там какой-то не такой, таблетки пить перестал, у тебя опять эти эмоции поднялись. Поэтому здесь замкнутый круг в этом плане с фармакологией. Если тебе очень тяжело, конечно, принимай под руководством психотерапевтов, врачей и психиатров, но имей в виду, что пока ты не изменишь эмоциональное состояние в виде невротической реакции как к себе и к окружающим к миру, ничего существенного не изменится. Я надеюсь, ты коротко понял, что такое психотерапия. Пожалуйста, будьте современными, не бойтесь этого, выбирайте своих специалистов и удачи вам. Канал Невроза Мегаполиса будет продолжать развивать в России психотерапию, помогать вам становиться не просто здоровыми, но и достигать ваших результатов, радоваться жизни и не бояться быть таким, какой вы есть на самом деле. Ваш Алексей Красиков, Невроза Мегаполиса. Увидимся пока. Спасибо.